Здравствуйте друзья! На моих уроках очных очень часто выбирают эту тему. Девушка с зонтиком, Мане. Ну и поскольку я всюду произношу эту мысль о том, что импрессионизм это легко, давайте в этом сегодня убедимся вместе. Одна копия Мане у нас есть, мы уже расследовали Мане в моей коллекции, а теперь появится может еще парочку для того, чтобы все-таки импрессионизм стал более ясно выражен в моей учебной коллекции. А вы, соответственно, могли бы все-таки освоить эту технику, которую ничего не стоит освоить. Итак, у нас, я думаю, что оператор нам потом покажет крупный план этой картины и вы увидите, что я, что я, собственно, затеваю. Значит, я беру белило, беру сметанно, макаю немножечко в разбавитель, беру сметанно-белило, беру голубенький, беру ультрамарин синий. И вот таким штриховательным образом набираю всю поверхность холста. Обратите внимание, что я оставляю продресс холста. Вот такую продресс холста оставляю, не забиваю полностью. Сохраняю вот этот ритмичный характер мазочков и не забиваю полностью. Краска у меня сметанная по замесу, по своей плотности. И это дает достаточно успешно укладывать ее именно с продрессами. С продрессами холста. Укладка происходит несколько суховато, чтобы происходили эти прозрачности, чтобы холст несколько виднелся. Мане поступил таким образом. Сначала он создал ритм в этом направлении, а потом поменял его к линии горизонта в этом направлении. И мы поступим так же. И это создаст усиление ритмов. Как бы то, что из-за горизонта вылетело вместе с облаками, смотрит сюда, а верхнее небо его несколько перекрывает. Это ритмичное расположение мазочков очень организует пространство. Современные импрессионисты, боясь показаться повторюхами, стесняются укладки таким образом. Ну, далеко не все. В основном наши отечественные импрессионисты стесняются. На Западе версию Мане продолжают писать, и на аукционах очень много работ, которые легко перепутать с работами импрессионистов. Импрессионисты отличались вот этим ритмичным мазочечком. Поэтому не стесняйтесь, что вы повторяете за импрессионистами. Лучше красивый импрессионизм, чем не вполне красивый его модернизованный. Собственно, импрессионизм невозможно модернизовать. Они настолько придумали гениальную идею вот этих штришочков, что уже лучше и не придумаешь. Поэтому постарайтесь и вы освоить идею штриха. Штрих этот организующий. Он прекрасно организует плоскости, пространство и даже избавляет неопытного рисовальщика от необходимости вырисовывать точно. Потому что все находится в рябе мазочков. Вы видите, я продолжаю сохранять продресь холста, которая, вот если крупный план нам дадут, то, наверное, вы увидите, что не совсем плотно все укрыто. Всюду, всюду, всюду эти прозрачные, суховатые холсты виднеются. Нижняя часть с травой тоже имеет свой ритм. И в итоге, если этот ритм более лежачий, то этот более торчачий. Положим и его вот такими коротенькими штрихованиями, так и наверху. Еще один интересный момент. Это работа только одним цветом. Независимо, что перед нами работа очень цветная. Поскольку я знаю, что у вас проблема с рисунком, у начинающих всегда проблема с рисунком, чтобы цветной рисунок не создал катастрофы на холсте, я предлагаю поступить сначала, как в черно-белом исполнении. Как если бы вы наносили рисуночек карандашом. Но только вместо карандаша вы используете разумную консистенцию краски и уже организовываете весь холст в пространстве. У вас все появляется, все, что должно появиться. И ваши ошибки очень легко поправимы будут. Поскольку она выдается вперед, и на нее рефлексы света особенно падают. А глубинные места несколько смуглее. Плечика тоже хочет светового звучания. И все в этих рябе-штришочечках. Посмотрите, какое рябое и какое цветное пятно сформировалось. Срисовывать каждое его пятнышко можете, но главное, чтобы характер укладки был вот такой, играющий. Ну, если я сейчас понимаю, может быть я там еще потом дополню несколькими мазочками. Ну, в целом, идея картины произошла. Еще раз напоминаю, что в нашем с вами общении появилось много пиратов, которые используют мои материалы, ну, рекламируют от моего имени и уроки, и материалы, и прочее, прочее. На экране сейчас появится список тех сайтов, тех контактов, которые связаны со мной, не пиратских, а нормальных, достопочтенных. Обращайтесь туда. Ну и до встречи. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова